Минувшую ночь многие православные верующие провели в храмах. Они отметили один из главных церковных праздников. Пасха – древнейший христианский праздник. Светлое Христово Воскресенье символизирует победу жизни над смертью и является одним из самых главных событий церковного года. Пасхальную службу, прошедшую в Натырбовском храме, посетило немало желающих, а провел ее священнослужитель отец Андрей. После ночного богослужения он зачитал поздравления. И на речельный и святый день мы преисполнимся такой духовной радости и огромной благости Богу столь явно ощущаем силы и глубину любви Творца к человеку. Что порой сложно найти другие слова для выражения наших чувств, кроме тех, с которыми жены мироносицы устремились к апостолам, дабы возвестить им о чудесном событии, что они видели Господа. Можно только представить, как не просто было учеником Спасителя поверить в реальное произошедшее воскресенье. Ведь еще недавно они своими глазами видели, как терзали и распинали их любимого Учителя. И еще свежи воспоминания, как полагали его мертвого и бездыханного тела во гроб, и запечатывали тяжелым каменем холодную пещеру. И вот Бог сменяется утверждением веры и торжеством жизни, а слезы печали притворяются в слезы радости. Пережитый опыт реального общения с воскресшим Христом и немерзнущая пасхальная радость окрыляет и вдохновляет апостолов, шедших до пределов земли, чтобы проповедовать пришествие грехов и спасения, которые мы получили через восставшего Бога Господа нашего Иисуса Христа. Не страшиеся невзгод и жестоких гонений, терпя бедствия и заключения, апостолы неумолчно и дерзновенно свидетельствовали о Христе, победителе смерти. И вот уже два тысячелетия церковь живет этой вестью о воскресении и стремится приобщить к ним каждого человека, грядущего в мир. И в свете Пасхи действительно все видят иначе и сочезают страх и чувства безысходности, порождаемые скорби, печали и житейскими неурядицами. И даже непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени в перспективе, дарованной нам вечности, теряют свою зловещую остроту. До свидетельства о воскресшем Спасителе вовсе не обязательно идти или ехать куда-то далеко. Подобно апостолам, по всему миру распространившему пасхальную весть. Вокруг нас немало людей, которые нуждаются в живом примере христианской веры, действующей любовью. Бог не требует от нас непосильных подвигов. Он лишь просит нас явить любовь друг к другу, помнить, что так, как мы оказываем любовь ему, тоже добрая улыбка, вниманием и чуткостью. К ним, кто рядом, вовремя сказанное слово утешения и поддержки, порой могут стать самым важным делом, которое мы имеем важностью совершать ради воскресшего Христа. И сегодня, когда мир разделяет конфликты и противоречия, а из сердца многих людей поселилась недависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которую только и исцеляет раны, не нанесенные злом и неправдой. Мы не должны поддаваться искушению врага его до человечества, стремящегося разрушить благословенное единство между православным христианом. Горячо моля победителя смерти Господа Иисуса Христа. И прошу вас также возносить к нему сугубые молитвы, дабы все средостерения были преодолены. И в торжественном пророчном мире и оранные разделения были бы урочеваны божественной благодатью. Поздравляю всех с праздником Пасхи. Призываю на вас благословение Христа воскресшего. И желаю вам, дорогие мои, неоскудевающей светлой пасхальной радости, укрепляющей нас в вере, надежде любви. Да Бог, чтобы этот свет никогда не угасал. И в наших сердцах, чтобы он всегда светил миру. А мы освящали неуступно Словом Божиим, чтением Евангелию и приобщением божественной благодати через участие в Таинстве Церкви. Неуклонно возрастали в познании Господа и утверждались в исполнении Его заповедей. Дабы люди, видя свет наш добрых дел, прославляли Отца нашего Небесного. И мы с ними радостью свидетельствуем, что воистину Христос воскресе. Патриарх Московский и все Руси Кирилл. Пасха Христова, 2022 год, город Москва. Затем отец Андрей объявил, что в храм наконец-то была доставлена частица благодатного огня, сошедшего в Великую Субботу в Иерусалиме. После святыню раздавали верующим. Прихожане от священного пламени зажигали свои свечи. Господи, братья и сестры, наконец-то за долгое время этого ковидного и всепрочего происхождения, сегодня также вы все смотрели схождение благодатного огня в Иерусалиме. И по милости Божией Господь даровал нам, но всегда мы приезжали и привозили нам его к началу службы. Ну вот видите, с таким тяжелым временем, но все равно мы не остаемся без благодатного огня. И сегодня наше казачество вновь и вновь привозит нам благодатный огонь. И также мы все можем поджечь от них свечи и отнести домой и разделить эту радость. Радость, которая о том, что Христос воскресен. И сейчас Он поставит туда наград, на середину. И кто хочет, подходите, зажигайте. А сейчас, кто готовился причащаться, подходите, причащайтесь. В конце службы жители собрались вокруг церкви, чтобы осветить Пасху, куличи и яйца, которые позже займут свое место на праздничном столе. Они расположили украшенные корзины, наполненные самыми разными угощениями. Пасха Пасха еще и отличный повод повидать своих родных и близких. накрыть праздничный стол с освященными куличами и куриными яйцами, символами воскресения Христова и торжества жизни. Всех, дорогие односвященные, поздравляю светлым крестовым воскресением с Пасхой, чтобы Господь хранил вас, укреплял, чтобы Господь о воскрешенном кресте коснулся каждого сердца, желаю благодати, чтобы каждого сердца горело и призывало на милость и семейное благополучие, чтобы в каждом доме была любовь, счастье, взаимопоминание. И всех вас поздравляю светлым крестовым воскресением. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!